Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я вам хочу рассказать, как начала войну 22-я армия под командованием Ершакова Филиппа Афанасьевича. К началу боевых действий на территории западного особого военного округа находилось всего три дивизии из шести. Это 98-я Гаврилова, 112-я командовал у которой Копяк и 186-я Бирюкова. Чуть позже на запад прибывают 170-я Силкина, 174-я Зыгина и 153-я стрелковая дивизия Гогена. Ее к 10 июля передадут 20-й армии, а 22-я в свою очередь получит 214-ю Розанова, 48-ю Яковлева, 179-ю Устинова и 50-ю Борейко, но это, я как упомянул, будет позже. А пока 2 июля 1941 года 22-я армия передается западному фронту и с этого момента начинает участвовать в Смоленском сражении, в ходе которого план Барбаросса постиг крах. Так, 3 июля 1941 года части 19-й танковой дивизии немцев выходят в район города Полоцк, важного транспортного узла, недалеко от города Десна, где форсируют западную двину, захватывая важнейший плацдар в полосе обороны 98-й стрелковой дивизии РКК. Также в этот день в Полоцком укрепрайоне часть линии Сталина дает бой 174-я стрелковая дивизия полковника Зыгина, но это было только начало. К 6 июля враг, усиливая натиск, атаковал уже 16-ю дивизиями, которые по численности всегда были больше наших, а у нас было всего 6, я напомню, да и те недоукомплектованные. Перевес значительный, согласитесь. Как итог, разгораются тяжелые бои по всей линии соприкосновения. Особенно ожесточенные идут на Десновском плацдарме. Наши его пытаются ликвидировать, враг наоборот, развить успех и прорвать фронт. Итогом упорных боев становится прорыв Сибирского укрепрайона, также часть линии Сталина, на котором оборонялась 170-я стрелковая дивизия к 12 июля 1941 году. Также, правда, чуть ранее, 8 июля, врагу удается прорвать порядки 186-й стрелковой дивизии на Витебском направлении, что приводит к окружению частей 153-й стрелковой дивизии под командованием Гогена. Как итог, 10 июля враг входит в город. Схожая ситуация происходит из дивизии Зыгина, которая удержит Полоцкий укрепрайон до 17 июля 1941 года, что не дает немцам ворваться в сам Полоцк, в котором наши войска перехватывали важные дороги для снабжения войск врага восточне города. Но чудес не бывает, 153-я и 174-я стрелковые дивизии оказываются в окружении и с тяжелыми боями прорываются. Что касается последних, узнав, что из котла вышел только авангард дивизии, командир Зыгин переходит линию фронта и выводит остальные войска. Также отступившие по приказу на восток в район Невеля в котле оказываются части 112-й и 98-й стрелковых дивизий. Да, практически вся 22-я армия Яшакова была в котлах. Кто-то больше, кто-то меньше. С одной стороны их окружала 3-я танковая группа ГОТО, с другой, с юга 9-я общевойсковая армия Вермахта. И теперь враг готовился разгромить окруженцев и открыть себе путь на восток. Практически без боя немцы берут город в Великие Луки. Кроме связистов и ополчения, дать бой там просто некому. Но не все радужно было для противника, хотя в тот момент немцы этого еще не подозревали. Яшаков сохраняет управление войсками, сохраняют его, естественно, командиры и на местах. И несмотря на все старания врага, основная масса 22-й армии к 20 июля 1941 года из котла выходит и формирует фронт заново. При этом удается даже отбить Великие Луки обратно 21 июля 1941 года и удерживать этот город до конца августа, продвинувшись на несколько километров западни городских стен. А после будет окружение в этом городе и вновь прорыв на восток. Что касается Иршакова Филиппа Афанасьевича, в ходе Вяземской оборонительной операции он будет командовать 20-й армией и вновь попадет в окружение. Во время прорыва 2 ноября 1941 года попадет в плен, где погибнет 9 июня 1942 года. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!